Если вы начнёте листать какие-нибудь книги по глубокому обучению, то есть по нейронным сетям, то в самом начале вы часто будете встречать картинку наподобие этой. То есть даётся некая интуиция в виде биологического нейрона. Просматриваются некие его основные черты, и затем строится некая модель. Собственно, я предлагаю сделать то же самое, но вкратце. Вообще, я сегодня буду говорить главным образом о перцептроне. Мы закодируем, посмотрим, как он работает, немного попишем кода. Если вам нужна, скажем так, теория, то я рекомендую Акуловского, если я правильно запомнил его. Собственно, он хорошо рассказывает про основные идеи перцептронии, как он работает. Я лишь вкратце скажу. То есть у него здесь достаточно подробно, всё интуитивно, понятно. Моя цель несколько другая, скажем так, больше практическая. Хотя он тоже не даёт каких-то суперглубоких знаний, но появится хорошее понимание. То есть он не доказывает, что там алгоритм, который использует перцептрон для обучения, сходится, например. Он этого в своих видео не доказывает. Он показывает основные идеи. Итак, а я попытаюсь сжать это ещё больше. Самое главное, что нужно понять, вот эти картинки, которые мы встречаем в книжках, это просто получить интуицию некую. Как это примерно работает? Откуда это было взято? То есть вычленяем основные элементы. Самые основные элементы – это сам нейрон, дендриты, то есть то, что принимает сигнал, и аксон, то, что отдаёт сигнал. Аксон может на конце ветвиться, то есть он может сразу нескольким отдать. И сам нейрон может принимать несколько сигналов. Это первая идея. Вторая идея – нейрон находится в двух состояниях – активном и неактивном. Грубо говоря, чтобы сигнал послать дальше, он должен быть активен. Чтобы… А если ему не хватает мощи, он, скажем так, находится в неактивной фазе. Пассивен. Ждёт, когда придёт более сильное возбуждение. Как выглядит математически? Вот наши дендриты, вот наши веса. Ой, не веса, а модель, пример, конкретный пример, который к нам приходит. Вот наш нейрон, и он что-то отдаёт. Математически это можно записать следующим образом. Инпут, то есть конкретное наблюдение с какими-то признаками, которые мы померили. Потом мы умножаем это всё дело на веса, и всё это дело суммируем. То есть получаем некую суммирующую функцию. И после того, как мы всё это посчитали… Вот здесь, кстати, более клёвая картинка. Вот суммирующая функция. Мы передаём это активационной функции. Активационная функция бывает разной. Я сегодня буду рассматривать… Сигмоид. Да, по-моему, сигмоид. В общем, когда сумма у меня получается больше нуля, ответ я отдаю в виде единицы, когда меньше нуля, ответ я отдаю минус единица. Есть более сложные активационные функции. Мы рассматриваем сегодня идею. Самый простой, некий базовый случай, на котором накручиваются все остальные идеи, по сути дела. Хорошо. Примерно представление получили, да? То есть мы от биологии перешли к математике и что-то получили в виде математической модели. Давайте её закодируем и посмотрим, что с ней можно сделать. Я открыл, уже подготовил тетрадку Юпитер для этих целей, подключил две библиотеки на Пай и Matplotlib, чтобы просто немного проиллюстрировать. Поехали. Значит, создадим класс Perceptron. 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 Конструктор. Пишем. Значит, self. Первым параметром, который я здесь буду передавать, и у меня отвечает за длину весов. За длину весов. То есть вектор, и он какой-то длины вводит. Land Vector Weights. Давайте я ещё раз раскрою. Вот этот вот вектор. Причём нужно помнить, вот когда мы рассматриваем такой финт в линейной регрессе, когда мы свободный член, добавляем наш вектор, вектор весов со значением 1. И здесь то же самое. Нужно помнить об этом, что мы будем добавлять вот этот базовый вектор. Intercept, можно ещё сказать. И я ещё добавлю некий Learning Rate. Learning Rate – это, скажем так, некая шаг обучения. Шаг обучения. Давайте я лучше назову даже Step Rate. Step Rate. Это некий шаг обучения для изменения вот этих весов. Сам алгоритм чуть позже разберём. Сейчас просто что входит. Self. Объявляем вектор. Вектор с начальными значениями на самом деле могут быть любыми. Алгоритм настолько крутой, что если существует решение, то решение будет найдено. Вот это, кстати, очень важно. Надо ещё подчеркнуть, что я буду строить очень простую сегодня модель. То есть у меня будет только один нейрон, один нейрон. Который может решать только определённые типы задач. То есть он не может всё решать. Но некоторые типы задачи ему подвластны. Значит, так. здесь я просто создам вектор из единичек. Длины, длины, как я уже сказал, сколько у нас будет весов. А количество весов у нас зависит от того, сколько у нас признаков. Хорошо, дальше поехали. И ещё Self. StepRate. Self. StepRate. Ну и StepRate. Да, я тут завёл сразу дефолтное значение. Просто ради удобства. когда у меня единичка, по сути дела, как будто бы у меня StepRate и нет. Но сейчас мы чуть позже увидим, какой собственно алгоритм здесь присутствует. давайте создадим функцию DevFeed. Традиционная такая функция Self. Сюда я передаю тренировочный датасет, на котором я буду тренироваться. И передаю ещё индекс ответа. то есть я не буду разделять отдельно Y, отдельно то есть отдельно Label и отдельно Future. То есть я возьму всё в одном и ещё помечу, что вернее, какой индекс столбика у меня отвечает за Y. так, завожу переменную done, которая будет у меня по сути сделана меткой, когда закончен или не закончен. while not done, то есть по сути пока не пока не сделано. меняем done на true. Считаем, как будто бы вначале у нас всё сделано. И теперь смотрите, какая основная идея. Какая основная идея. Когда к нам приходит какое-то наблюдение с признаками конкретными значениями, признаками, мы их умножим на вектор, на вектор весов. В итоге мы получим какой-то результат суммирующей функции. То есть здесь просто скалярное произведение двух векторов по сути дела будет. В результате мы получим какое-то число, конкретное единичное число. затем мы его отправим в активационную функцию, и которая в итоге у нас будет отдавать некий ответ. И вот этот ответ мы будем сравнивать с тем, что у нас есть на этот на этот признак, на это наблюдение. Я вроде бы не говорил, да? Но подразумевается, что мы обучаемся с учителем. То есть у нас признаки уже есть с ответами. то есть мы просто сравниваем, что у нас получилось здесь с тем и тем, что у нас записано реально. Если есть различия, если есть различия, то нам нужно либо добавить, либо убавить от весов значение, которое у нас вот прямо вот здесь записано. То есть удалить, добавить и удалить значение признаков. Давайте сейчас напишем и посмотрим, как это все подробнее что ли выглядит. Значит, так. Сейчас for значит row train то есть для строчки из нашего тренировочного датасета, где у нас и фьючер, и лейблы. Лейблы это ответы. Intrain то есть я взял одну строчку из матрицы по сути дела. сперва сперва я достану давайте я лучше назову futures futures np. Поскольку я здесь использую только нампай, а пандас я не подключаю, то ну не знаю, есть какой-нибудь классный метод, чтобы исключить конкретную колонку. поэтому исключу я вот таким вот не очень красивым способом, но работающим. row train и здесь я просто передаю индекс, для которого у меня отвечают ответы. то есть вот эта строчка это она просто get futures get row of futures дальше теперь мне нужны лейблы ответ напишем label здесь просто нужно достать значение из данной строки здесь мы пользуемся классическим подходом то есть просто индекс передаем и все здесь просто get label хорошо теперь то есть у нас есть признаки у нас есть метка давайте вот посчитаем сейчас результат суммирующей а затем активационной функции повторю что я буду использовать signum вот вот так она выглядит то есть когда больше нуля я принимаю единичку когда меньше нуля то минус единица значит поехали predict value то есть что мне вообще по итогу всего это отдается 1 если p здесь я переумножаю просто два вектора вектор весов вот этот единичный вектор да в начале он у меня помечен единичками но как я уже сказал вы можете любые веса задать там но лучше делать простыми весами считать меньше будет то есть если у вас признаки в одной шкале а изначально начальный вектор весов в другой шкале и там большой разрыв то считать придется долго поэтому делаем в одной шкале можно конечно еще дополнительно было поле ввести по типу передать начальный список начальный вектор весов но не хочу так заморачиваться совсем уж ладно возвращаемся значит перемножаем наши и наши веса и наши признаки значит то есть если больше единицы то ой если больше нуля то единицы если меньше то минус один окей теперь начинаем делать как хотели как я говорил если смотрите если predict value то есть вот конкретно наше наблюдение мы взяли да и сравним результат который отдает нам вот наш перцептрон то есть наш простой нейрон с тем результатом который у нас есть признаки если не совпадает не равно то есть если не равно label то есть predict value не не равен label то что у меня реально записано то вот этот дан я вот здесь обратно меняю на false и моя задача сейчас обучиться и обучается он по следующему принципу если predict value равно минус 1 все равно минус 1 то есть фактически следующее сказал то есть в лейблах у меня 1 то есть на самом деле 1 а мне ответ говорит минус 1 то я должен увеличить свои веса увеличить свои веса self на размер на размер признаков то есть я тут складываю вектор признаков и вектор весов и поскольку я здесь еще ввел такое понятие как степрайт дополнительно я предварительно вектор признаков умножу на степрайт так else а если было наоборот то есть мой у меня метка была минус единица а мой текущий алгоритм говорит что единица то соответственно я должен убавить веса уменьшить их и здесь то же самое веса и убавляю из них значение признаков значение признаков все вот такой простой алгоритм то есть цель цель вот этого алгоритма вот что вообще происходит мы инициализировали мы описали класс перцептрон который инициализируется некими базовыми весами и затем мы ему передаем некий датасет на котором он должен обучиться то есть исправить свои веса под конкретную выборку общая идея как он обучается он просто сравнивает вот результат активационной функции с лейблом который у нас есть поскольку мы обучаемся на выборке с учителем то есть у нас уже есть готовые ответы и если все совпало то окей а если не совпало то мы должны посмотреть какое различие у нас присутствует если мы не добираем скажем так то мы прибавляем и прибавляем мы именно признаки то есть значение признаков а если мы не добираем а если мы переборщили да с ответом то есть мы получили единичку хотя должен был минус то мы обратно делаем мы уменьшаем так давайте чуть-чуть подниму хорошо давайте как я уже сказал сейчас примеры посмотрим допустим тест так как я уже сказал перспетрон вот 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 единичный нейрон по своей сути перспетрон то является он способен выполнять только только когда он один задачи с которой он может решить например я предлагаю разобрать вот как Акуловский своих роликов разбирал булевые функции в частности конъюнцию дизъюнцию то есть и или я вот это тоже предлагаю разобрать на примере и посмотреть каким образом это работает так для этого ведем тест матрикс давайте 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 and вот тест матрикс то есть конъюнции да np array так сейчас руками здесь все веду так ввел я матрицу нашу простую значит смотрите первый столбец это intercept это некое базовое дефолтное значение то есть b0 или b0 вот эти вот следующие два столбика второй и третий это уже конкретные значения признаки поскольку мы рассматриваем булевскую операцию и булевскую операцию и то есть здесь смотрите минус один это у нас рассматриваю я как false а один я рассматриваю как true то есть и операцию если false false ответ false последний столбец у меня интерпретируется как ответ то есть смотрите false false мы получаем false false true мы здесь операцию и рассматриваем получаем опять false и все время false пока у нас оба значения не будут true и тогда мы только получим true окей давайте предлагаю это отобразить на графике заодно получим графическое представление как это все работает полт скатер x напоминаю первый столбец мне не нужен x y то есть это у меня будет обычный график а c это color 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 то есть смотрите у меня же здесь разные метки есть один и минус о минус один и один ну и я хочу чтобы у меня на графике отобразилось это немного по-разному давайте запустим посмотрим правильно я сделал я отпишу сделал то есть что мой перцептрон что я хочу от перцептрона чтобы он мне по сути дела построил разделяющую прямую и вот здесь наглядно видно что вот один перцептрон один перцептрон может решить только те задачи которые он скажем так способен решить то есть задачу например классическую задачу XOR XOR вот если бы у меня вот давайте я вот здесь вот это минус один минус один вот 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 эту задачу XOR он решить не может то есть здесь нельзя построить прямую чтобы она отделяла вот эти классы от этих хорошо ну и здесь наглядно видно что мы такую прямую можем построить но мы не хотим ее самостоятельно строить мы хотим воспользоваться нашим персептроном чтобы посчитались самостоятельно шаги давайте это сделаем так вот я вот здесь вот добавлю сейчас колоночку и значит так персептрон персептрон and значит так персептрон здесь я передаю 3 то есть у меня количество вектор весов трехэлементный дальше мне вот этому персептрону вот этому персептрону я должен передать передать вот эту вот матрицу на которой я собираюсь тренироваться и передать номер индекса который служит у меня ответ это у меня тройка то есть последний степрейт я где-то здесь ошибку написал окей давайте пофиг что это дело так отлично теперь вот незаметно но 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 уже персептрон посчитал посчитал веса давайте посмотрим вот они то есть по сути дела по сути дела в ноликовая плюс в 1 умножить на х плюс в 2 умножить на у равно нулю то есть вот такая прямая будет построена давайте это сделаем на графике и посмотрим так 1 0 значит берем наш персептрон передаем ему веса так теперь я сделал по-простому я воспользуюсь landspace просто множество точек так давайте от минус единицы раз у нас что тут график от минус единицы до единицы от минус единицы до единицы количество точек ну давайте возьмем 10 это в принципе не принципиально и теперь мне нужно у для этого моего графика построить это делать тоже просто вот просто вот из этой вот формулы нам нужно будет выразить у минус минус 2 0 минус v1 умножить на x и поделить все это на v2 так вот наши точки мы посчитали сейчас нам просто нужно их передать вот на этот же график x y ну и все так v2 вуаля вот так вот работает то есть перцептрон нам сейчас что сделал он построил разделяющую разделяющую прямую здорово здорово но повторюсь еще раз перцептрон вот когда один то есть вот у нас один может построить вот эту прямую только в случае если ее вообще можно построить давайте разберем еще один пример так вот такой тест фруит снова я сразу передаю веса единички единички то есть на самом деле вот к нам когда признаки придут они придут вот без этого базового этот базовый этот интерцепт мы самостоятельно добавляем то есть нам придут на самом деле вот эта вот часть давайте посмотрим как это выглядит на графике вот сейчас я хочу сделать все то же самое все то же самое так персепт окей так здесь мы новый персептрон размерность у него та же самая оставляем передаем ему новый массив индекс за который у меня отвечает ответ так создаю персептрон и сразу обучаюсь вот вот мои ответы вот мои ответы дальше погнали теперь мне нужно отобразить все это на графике на графике на графике так здесь у меня от минус ну ладно пусть будет так вот то есть как мы видим линия найдена здесь она очень вплотную но найдено самое главное что произошло разделение вот таким вот образом работает персептрон то есть персептрон это некая некий очень-очень простой нейрон который умеет делать только простые вещи а вот комбинация персептронов может уже по сути дела описать вам любую функцию то есть сделать любую аппроксимацию все что угодно а более сложные архитектуры позволят решать более сложные задачи так приходят всякого рода рекуррентные сети что там еще не помню то есть приходят но общая идея она одна и та же по сути дела то есть есть сумматорная функция которая просто учитывает наши веса есть активационная функция мы воспользовались сигмоидом и дальше мы вам просто обучаемся вот такой очень простой механизм ну и затем 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 посмотрели да можно было конечно сделать что-то типа визуализация то есть у меня вот здесь на каждом шаге они висажи изменяются можно было бы создать некую визуализацию как вот этот вот вот эта линия вот эта линия она то есть смотрите у меня же начальные веса самые начальные веса у любого пресептрона это вектор из единичек ну в данном случае три единички и собственно по ним вот по ним да я и вычленял бы первоначальную прямую а затем бы она у меня каким-то образом сдвигалась бы благодаря алгоритму обучения то есть можно было бы такую визуализацию сделать ладно кому интересно вот это делать он может самостоятельно посмотреть повторюсь кому нужна вот нам более такая более хорошее объяснение советую посмотреть здесь либо на степике есть курс нейронной сети там тоже это присутствует кстати вот здесь вот здесь мы винрейт например изменили бы на 0.2 интересно изменилось бы веса да немного изменились вот и линия другая то есть мы немножечко по-другому считаем просто когда у вас примеров очень много то если вы сдвигаетесь на вот когда вы свои веса меняете прямо на как его называется на все значения признака то обучение может происходить долго поэтому степрейт возможно лучше поиграться тут я пока не могу подсказать в каких случаях какой степрейт лучше выбрать степрейт это слово это мое обозначение как общепринятое название я не знаю так а здесь интересно какое было да здесь тоже другая графика ладно на этом я предлагаю закончить следующий раз что нибудь тоже разберем надеюсь надеюсь что нибудь да разберем ладно see you next time